Налита одна кружка, все равно кому-то придется. Давайте закрываем. Неправильно вы делаете. Надо было принести и поставить. Вот компот уже принесли. Вот так сейчас все захотят. Кружка одна. Ничего дразниться. Пусть там вот идет и пьет. Чем-то отпускает в духовку. Выдохать хочешь? Думаю, гости не собираетесь. А, иногда только. Будет Новый год, мы идти за городом встречаем. Рогащи. Они ходили на собаках, катались на речке, катались на тренинде. Вы были в Натальске. Какая китай? Ваза отдыха. Мне надо, как вы начали успеть. 31 вечера поехали. Простится в час, это вести голову. Второе. Но вы за долго заработали. За два месяца. Местографии даже есть. Раз. Ну, так все работает. Ну, кто выиграл кружку, чай? Его уже нет теперь здесь. Кто выиграл? Его даже не донесли. Я такой говорю. Вот. Вы помните, не так. Прозвучал третий звонок. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Зын. Зын-дын-дын-дын. 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 Отключите телефон. Выши. Курилка. 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 Куда? Никола. Сколько? Двести долларов? Двести долларов? Двести долларов? Да, да. Я в университете работаю, у меня денег. Урали все. Все. Независимо от того, кто выиграл курвку чая, я, наверное, начну, поскольку я покурил, слышите, как он делается? Счастливый. Да. А что будет, если пить начнешь? А что, никто не курит, правда? Я вам скажу, что в этом году к вам присоединится еще один человек. Да, еще один человек. Член клуба смотрительной песни Маримоша, которая сейчас сидит перед вами. Я в этом году обязательно прошу курить. Не в плане того, что по деньгам. О, по деньгам это сейчас вообще неверенно денег уходит на сигареты. Не в плане там, что как-то у меня здоровье подрывается. Здоровье... Да. Ух, хрен. Уже еще можно это. Ну, я если планирую до 112 лет жить, так что у меня еще нормально здоровье. Это тоже надо в голове побороться, значит? А? В голове надо побороться. В смысле, курение-то? Да. Это легко. Я же не пью уже 30 лет. Я и могу и не курить. Вот. Читагент, я это услышал. Повторяю. 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 Одной из целей приезда в Ноктеборск было то, что вот у нас в Челябинске, Клуб самодеятельной песни, просто деятельность сейчас мы развили. Пусть онлайн, пусть мы записываем, но вот столько же людей приходит в клуб, там побольше у нас помещений, ну может чуть поменьше, человек 15. Мы делаем тематические вечера, записываем. У нашего президента, у Константина Петровича Просекова, друг, работает в Югре, в Ханты-Мансийске на телевидении. И он ведет передачу. Мы записываем полчасовые ролики и отправляем в Ханты-Мансийск. Он их вставляет в передачу, там с названием «Нашествие у южноуральских парков». Ну, сначала мы выступили с Константином, у нас дуэт «Юкос». Такое название хорошее. Не с Ходорковским мы связаны, просто «Юра и Косты», да. Потом, значит, Антон Смирнов приходил, пел, Миша Асту-Цитурян, лидер группы «Трье в шляпах» и вообще очень замечательный человек. Я спел. Делали тематический вечер в памяти Николая Старченкова. Тоже отправляли туда все. И мы здесь закрывали юридическое лицо. Решили с Константином закрыть юридическое лицо, поскольку деятельности никакой не идет. разговаривали и решили, что надо ездить по городам и будить баргов, будить, чтобы возобновлялась деятельность всех клубов потихонечку. Все равно фестивали будут. Поэтому надо петь, готовиться. И мне хотелось, чтобы мое выступление побудило вас собираться почаще. Песня «Спящего Донжуана» Рабочем название «Грюза». Юрий Григорьевич Зыков посоветовал мне такое название. Песня «Спящего Донжуана» Я дремал, разомлевший от зноя, с каплей пота на левом виске. Снилась мне белокурная Зоя, золотая на мокром песке. Впрочем, может быть, и вовсе не Зоя, точно помнишь, мокрый песок был залазкан морской бирюзою, а поодаль тенистый лесок. А потом эта девушка Валя убегала в догонку волне. Там дельфины давно ее звали покататься на мокрой спине. Впрочем, может быть, и вовсе не Валя, точно помню лишь свист Афалин, может стать и меня они звали прокатиться в лазурной доле. А позднее, когда был окрашен океан, утонувший звездой, долго слушала девушка Даша крики чаек над алой водой. Впрочем, может быть, и вовсе не Даша, точно помнишь, птицы, голоса, и как алые облески пляшут в золотистых ее волосах. И в взгустившихся сумерках тайна там вздыхал океан голубой и шептал «Ну куда же, Таня?» и ласкал ее ноги прибой. Или все же не Таня, а Зоя он волною чертил на песке и опроснулся, разлокший от зоноя, с каплей пота на левом виске. Субтитры создавал DimaTorzok Такая песня ни о чем. Грустно. Да. Я, конечно, почитаю осмысленные песни, но и чтобы снизу даже читали свои песни. Да-да-да. Я об этом говорю уже. О городе Златоуст хочу поговорить. Это еще просто кладезь талантов. Все мои знакомые поэты родились в городе Златоуст. Замечательные барды в городе Златоуст. Вы посмотрите, какие они ножи делают. просто какой-то литературно-художественный центр. И там и литейщики тебе... Ну, в общем, и люди все замечательные. Наверное, городу Златоуст посвящу песню Европа Златоуст. И Европа Златоуст. И Европа Златоуст. И Европа Златоуст. В каменные воды Каганая Поезд опрокинулся звеня Я тебя не выдумал, родная Ты сама придумала меня А потом умножила на десять Разделила для разнообразия И на что-то все-таки надеясь Ты живешь в Европе, а я в Азии Златоуст Челябинской электричкой Три часа с минутами трястись Но уже, пожалуй, неприлично Догонять утраченную жизнь Ну какого черта ради, Светка Приключилось это безобразие Мы с тобой видимся так редко Ты живешь не в Европе, а я в Азии А как ты снисаешь песен на глазах? Знатоки такие, музыки гажут Тут же Митяев же вроде как И нотки Митяевские Ну так нотка только, семь сил, понимаете Какое-то отношение у бардов К Олегу Григорьевичу Не знаю, кто-то Хороший арт Да любим мы По-своему Я в смысле про больших не про это А с другой стороны, вот сейчас проходила премия «Светлое прошлое» А в Челябинской губернатору написали письмо об открытии литературного музея У нас уже и помещение есть И все И все уже готово Есть план Все Написали губернатору письмо И один из организаторов Шишов Подошел к Митяеву на этом концерте И Митяев написал письмо Поскольку они с Текслером там Выбивали, наверное, мы, я не знаю Но они, в общем, обнимались И Митяев написал письмо Текслеру Что в поддержку вот Этой инициативы об открытии литературного музея А литературный музей он даст большой толчок к культуре в городе Челябинске и Челябинской области Я считаю так Потому что там такие люди завязаны Ну, спасибо Олегу Григорьевичу Значит Еще А, нет, ну ладно 200 долларов-то Нет, ты дай снисов 200 долларов, я спою Ладно Переведено А, ты на карточку перевела Даже не показала Песни, которые очень редко пою Не знаю И по пьянке По пьянке как-то написано И грустно очень Он пошел таинственно Всюду ураз Словно он та истина Что ждалась Словно он венчание Всем камням Словно он нечаянный Как и я Пропади ты пропадом Белый снег С твоей лживой проповедью В белый свет С твоей лютой кротостью В юга мать Что зовет без крови Подпевать Нет, не мне нашептывать Взгляд косить На слезе На собственную Мне скользить Порываться в душные Тень дворы Пригревая души их Как дары Пропади ты пропадом Белый снег С твоей лживой проповедью В белый свет С твоей лютой кротостью В юга мать Что зовет без крови С твоей лживой проповедью Подпевать Чтоб там не наверчивал Белый снег Я приснюсь не вечным ведь И не всем Между звезд затерянный Больше бы мог Снег лежит затейливый И немой Пропади ты пропадом Белый снег С твоей лживой проповедью В белый свет С твоей лютой кротостью В юга мать Что зовет без крови С твоей лживой проповедью Подпевать Выходя из нежности На фонарь Всякий раз Жду сдержанно Все Финал Словно здесь У пламени В полутьме Рухну я В неплановый В белый снег Пропади ты пропадом Белый снег С твоей лживой проповедью В белый свет С твоей лютой кротостью В юга мать Мать Что зовет без крови Попевайте Боянист Ансамбль 7 бригада Владимир Стефанов Придумал Такую фишку К этой песне Аккордеон Вступает Известно Восемь как-то Наибенкой Даже выступали Все Стоя Встали Кричали Но мы с ним Ничего не заняли Поскольку там Председатель жюри была Женщина одна И хорошая она И не любит меня Камера Камер Камер Марчин Галина Девичья фамилия На-на-на-на-на На-на-на-на-на На-на-на-на-на-на Обшарпанный футляр А в нем аккордеон, Потертые меха и клавиши живые. У дома две сосны стоят, как часовые, А раньше здесь стоял сосновый батальон. У дома две сосны стоят, как часовые, А раньше здесь стоял сосновый батальон. Держу аккордеон, как дочку на руках, Меня учил играть отец в беленой хате. Отец мог умереть от раны в медсанобате, Но выжил, чтоб сейчас остаться во дурака. Отец мог умереть от раны в медсанобате, Но выжил, чтоб сейчас остаться во дураках. Какое дело мне до медленно жующих И прочих власть имущих, обласканных судьбой. Играй аккордеон для непосильно пьющих, И пусть они поют, как мы поем с тобой. Играй аккордеон для непосильно пьющих, И пусть они поют, как мы поем с тобой. И пусть они поют, как мы поем с тобой. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на любитель авторской песни, очень большой вклад внес наш украинский бард, друг Николай Николаевич Старченков. То есть мы встречались на фестивалях, дружили. Мне очень, очень легко было с ним. Человек, который мог, который всегда говорил правду, так скажем. Чем-то он не доволен, он обязательно выскажет. И также он помогал мне в работе со стихами. Вот эти два друга, Николай Николаевич и Юрий Григорьевич, однажды учудили такую штуку. Мы на третьей сцене на груши выступаем. Это обыгненный бальзам, звездочка. Курю я, простите. Вы-то никто не курит. А так вот капельку капнешь и поешь, как Арбертино Ларентий. Значит, ну и мы поем на третьей сцене. Значит, тут Юрий Григорьевич сидит. Он вышел и пел. Следующая очередь, вы хотите Юрий Григорьевич? Юрий Григорьевич говорит, я не могу петь у меня через голос. Да вон Юрки возьми. Все. И споешь. Юрий Григорьевич взял, открыл бутылочку. Как он ее засосал половину. У Юрия Григорьевича, извините меня, из носа слезы чуть ли не из ушей. Он там вообще чуть не это. Вот. Он, наверное, думал, ты ничего. Без милости. Вот. Ну, это знаменитая штука. Один раз на сетевале. А Женька, Женька Васенин, вино спрятал. Не мог найти. Тут и Луша бегает, ищет, и Фетчун. Все, значит, ищут его, бегают. Все, значит, взрос, смотрят, А Женька спит. Ну, пьяненький. Спит. Они его будят. Они не могут добудиться никак. Будили, будили, будили. Тут Просеков идет рядом. А вот Просекова такая же бутылочка. Они говорят, Просеков, дай нам бутылочку. Просеков, дай нам бутылочку. Просеков, он бутылочку дал, Сказали, что вот песня моя, песня на стихи Николая Николаевича. Это, ну, то есть, одна из лучших песен, написанная на стихи Николая Николаевича. Песня называется «Стихи». Я дождусь, когда все уйдут, И свои унесут грехи. Выжду часа, когда все усынут, А потом напишу стихи. Стану в прятки играть с собой, Стану нежно тебя беречь, Стану в этих стихах с тобой Полночные свечи жечь чуть-чуть. Стану пьяно смотреть в тебя, Целовать тебя не в попад, На тебя себя загубя Променяю и рай, и ад. Позабуду и долг, и честь, Потеряю минутам счет Все отдам за тебя, что есть, Не задумавшись чёт-ничёт. Навсегда в тебе замоложусь, Расквитаюсь судьбой сполона, Я к коленям твоим прижимусь, И тебя отлюблю до дна. Перебуду и бред, Но пройдется по сердцу хлыст бытия, А ничего-то нет, Лишь исписанный за ночь лист. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Юра, в фильмах песни какие-то, да? Да, ну... Там вот есть сумка вот эта, да? Мне предложили роль, знаете, одного... Проститута, знал мужа, Мне предложили его роль. Она говорит, ну... Как за Шуриком? За... Амплуа. Амплуа будет такое, и буду я вас теперь в фильмах, значит, С этими девками. Ну... В результате Артемка сыграл. А я вот... Артем меня и нашел. Я был обворованный такой бард. У нас с ним там играли вместе. Ну... Кто посмотрит фильм, там, сдавал. Такой фильм. Толяна Калиниана. Вот, ну... Остальные песни я бы спел, но... По листочку. А у меня их нет. Ну... Я не помню так слова. И свои-то иногда не помню. То есть... Что-то с головой, наверное, стало. На аппер тут. На аппер тут покупайте. Ух... 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 У них в делах анархия и жуть Но чувства и у них идут по плану Чтоб женщине на что-то намекнуть Японец составляет экибану Ах, что задумал этот самурай Какой обычай спрятан за обличьем А ты сиди и думай, разбирай А может в ней какое неприличие Обыкновенный деревенский шиш Замаскирован розой и люпином Дарите лук, укроп и хрен любимым Нас экибанами не удивишь Челябинск нам дороже, чем Париж Мы любим афраги из пены банной И посылают нас за экибаны Так далеко, что и не повторишь Кто ты нас экибанами не удивишь Я предпочту намеку прямоту Пусть рабственность глядит и дронным оком Неправы те, кто видит красоту В обычаях коварного Востока Суй палец дверь и точно прищемишь Нас экибанами не удивишь Вот сейчас две песни, которые... А, вот это есть в фильме Только не обе там Так, собственно, из-за этих стихов И загорелись наши поэты Чтобы я издал книжку Замерзшие стекла Каймою отделаны Блестящим морозным Блестящим морозным трудом И с небом горит Голубое по белому И белое, белое на голубом И с небом горит Голубое по белому И белое, белое на голубом В такие цвета Наше утро раскрашено Каких я не помню Каких я не видел давно На новеньком небе Умытом разглажено Горит и горит Голубое окно Голубое окно На новеньком небе Умытом разглажено Горит и горит Голубое окно Глаза отвожу Со спокойствием деланным Но в тайщем сердце В тайщем сердце мое Горит до сих пор Голубое по белому И белое, белое на голубом Горит до сих пор Голубое по белому И белое, белое, белое на голубом Маленькое солнышко Лампа на окошке Маленькие тучки Пыль на потолке Есть и горе горькое Но совсем немножко В этом мире крохотном Ходим налегке Есть и горе горькое Но совсем немножко В этом мире крохотном Ходим налегке На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на Беды и тяжелые Тень над головою, Светит наше солнышко Лишь тебе и мне. Как легко и радостно Было бы нам с тобою В маленькой, прималенькой Комнатной стороне. Как легко и радостно Было бы нам с тобою В маленькой, прималенькой Комнатной стороне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Триста долл. АПЛОДИСМЕНТЫ Я переведу уже. Ставьте вас тут. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, надо, наверное, я тоже сплю. Песня называется «Доброта». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снега, снега, лес под луной искрится, Высок его сосновый окаем. В такую ночь легко кому-то спиться, А я сижу с бессонницей вдвоем. Покой земли лучами звезд обвязан, А зябла птица кружит в вышине. Я чем тебе, бессонница, обязан, И от каких ты дум пришла ко мне? Бессонница в догадках не сливаясь, Как струны тронул все минуты дня, Тебя послала, может, чья-то зависть, Или тревога чья-то за меня. О чем гадать, чиста моя дорога, Есть у меня и улица, и кровь. Но все же я меж завистью с тревогой, Кручусь, кручусь, как будто меж костров. Эх, зависть, зависть подлая, бессильная, Но твой костер других костров людей. Ты столько грязи жизни намесила И наследила в сердце у людей. Но скользок путь по зависти убогой, Не затянуть меня ей в темноту, Пока горит костер тревоги И освещает в мире доброту. Доброту 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 Уже скажите, что Тарасу, что я до нас ждал до последнего вечера. Конечно! Поэтому, если бы он пришел сначала, я бы ее первую спел эту песню, но сейчас, наверное, заключительная песня, или про битера, которую еще рассказываю. Анекдот не все знают. Русские немецы, англичане сидят, выпивают. Ребята наливают себе вот столько, а русскому же полную надо. Ну, немец сидит и говорит, на нашем языке полу Европы разговаривает. Англичане говорит, это ерунда, на нашем языке вся мировая литература печатается. Русский посмеялся. Я же с вами вообще не испорю, на нашем языке на одну букву можно рассказ напечатать. Как так? А вы наливайте полную, я вам расскажу. Они ему налили полную. Русский выпил и начал. Петр Петрович Петров, прапорщик 5-го преображенского полка, 1-го пихотного подразделения, получил по почте письмо. Пишет Полина Поликарповна. Привет, Петр Петрович. Приезжай. Посидим, поговорим. Посмотрим, полозросший, полосовший, брод. Поразмыслив. Прихватил полупотеркный полоконошенный плащ, при этом подумал, пригодится. Петр Петрович поехал. Приехал. Постучал. Привет, Полина Поликарповна. Привет, Петр Петрович. Полина Поликарповна приготовила пожрать, поставила пузырь пагаранцевый, пузырь перцовки. Посидели, попили, поговорили. Полина Поликарповна предложила пойти посмотреть полнозросший пол, засохший брод. Пошли. Пришли. Петр Петрович постерил полу, потертый полу, поноженный плащ, при этом повторно подумав, пригодился. Присели. Присвучал первый поцелуй. Позже Полина Поликарповна пошептала. Приезжай почаще. Проказник. Проказник. Помните, я тут пел в начале концерта, где-то видел вас, а где-то не знаю, да? Сейчас из этой же серии песни, только я ее совсем не помню. Заключите на песню, я ее совсем не помню. Заключите на песню. Головы ее наклон Снег наликший на фальтишке Я все думал лишь о ней Даже чаще, чем в начале Посреди летящих дней И бессонными ночами Так я жил в наш трудный век Занят этим важным делом И очнулся потом в снег Боле было белым-белым Мир стоял совсем иной Ровным светом душу полный Я подумал, что со мной Я ее совсем не помню Взгляд шагов летящих звук Снег среди морозной пыли Стерлось все, будто вдруг Фотопленку засветили Мир стоял совсем иной Ровным светом душу полня Я подумал, что со мной? Я ее совсем не помню На-на-на-на-на-на-на-на-i Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok